добрый день дорогие друзья сегодня воскресенье 10 января я вас приветствую из брюсселя и мы продолжаем обсуждать американскую политику и так сегодня я решила записать парочку небольших видео для того чтобы вступить в спор с нашими американскими друзьями собеседниками которые как я заметила приуныли загрустили и которые интерпретируют те меры которые принимают оппоненты демократы как поражение и как завершение борьбы я считаю наоборот и я берусь вам это доказать я считаю что наоборот на те крайние меры спазматические движения которые они совершают свидетельствует о том что они теряют позиции о том что в их рядах царит отчаяние потому что иначе как отчаянием я не могу объяснить такие крайние меры как введение цензуры попытки отрезать президента от народа попытки его заблокировать социальных сетях мне лично они просто смешные потому что президент это главнокомандующий одно из двух самых мощных армий мира и у военных есть свои каналы связи которые они могут включить активировать в любой момент главнокомандующему не нужно он не зависит ни от каких apple ни от каких обгрызанных яблок для того чтобы общаться с народом это просто чушь это просто чушь это свидетельствует только таким такие вещи можно совершать только от отчаяния более того спикер палаты представители найси пелоси решилась звонить генералу который сглавляет скажем так генштаб для того чтобы генерал милей который введение которого находится ядерное оружие и она решила с ним пообщаться причем ну понятно она взял какие-то заголовки какие-то вбросы в сми но она решила прозондировать настроение военных что там творится то есть она совершила разведку боем значит она тоже не уверена в том что происходит и в своей победе потому что иначе она занималась бы законотворчеством она бы сейчас думал о том какие законы они будут отменять какие законы будут водить зачем ей беспокоиться и звонить скажем так генштаб на переводе на русский язык то есть это тоже свидетельство крайне крайне неуверенности вообще она совершает все время какие-то такие резкие движения мне он лично напоминает зайца который убегает от стаи от своры гонщик и начинает петлять потому что один день такая поправка другой день такая поправка она совершенно не обеспокоена будущем она она все время она пребывает на тропе войны с того момента как она порвала речь президента она с ним не сходила и она не сходит с нее до сих пор почему если она выиграла почему она должна оставаться на тропе войны не это непонятно и более того 3 аргумент потому что я хочу быть краткой в этом видео объясните мне почему товарищ камала на уходящей неделе запросила сохранить за ней кресло сенатора она же через неделю можно сказать будет президентом сената председательствовать в сенате вице-президент сша автоматически становится президентом сената зачем ей это кресло рядового сенатора почему его надо сохранять я думаю что она хорошо информированный человек и она прекрасно представляет что в конгрессе сарафанное радио работает безотказно то есть люди будут знать о том что она сделала они будут об этом говорить то есть это свидетельствует о ее крайней уверенности в будущем вот пожалуйста три коротких аргумента которые я привела для того чтобы вас убедить в том что ваша позиция упадническая не соответствует моменту я всем желаю очень удачного воскресного дня